Добрый день, уважаемые коллеги. Технический центр Федеральной Северной Компании, в стенах которого все мы находимся, он является базовой организацией для Комитета А3 Высоковольтного Оборудования Российского Национального Комитета СИГР. Сфера деятельности Высоковольтного Комитета довольно обширна. В принципе, это все многообразие высоковольтного оборудования, с исключением тех, кто рассматривается отдельными комитетами. Все увидите на слайде, на втором слайде. Как и в прочих комитетах, деятельность комитета делается через деятельность рабочих групп, которые рассматривают наиболее актуальные и интересные вопросы в данной сфере. В Комитете А3 созданы 10 рабочих групп. Они показаны на слайдах 3, 4, 5. Более подробно хотел бы остановиться на создании новых рабочих групп. В 2017 году было создано 2 рабочие группы. И также в планах создания новых рабочих групп. Это альтернатива Элегазу, выключателя постоянного тока и исследования надежности. В принципе, что такое новые группы? Это как раз те актуальные проблемы, которые в настоящее время все мировое сообщество считает наиболее интересными. И как раз они для нас интересны. Вот он же, например, первый Элегаз. Десятилетиями, благодаря своим свойствам, он использовался во всем мире. К нам он пришел не так давно, наверное, лет 10 назад, плюс-минус. А уже сейчас во всем мире от него отказываются из-за экологии. И, наверное, на той выставке, кто присутствовал в Париже и проходил по стендам, вот мы с делегацией РНК Сегреса Андрея Евгеньевича ходили, наверное, каждый производитель показывал свою замену. От смеси газов до вакуумных все это уже используется и реально реализуется. До недавнего времени наше представительство, как говорил Андрей Евгеньевич с Павлом Юрьевичем, в комитетах, в международах оставляло желать лучшего. В этом году мы стараемся изменить все это в лучшую сторону. Уже сейчас достигнут договоренность о подтвержденном участии нашего сотрудника Гагаврановского из Новосибирского филиала в одной рабочей группе и также в группе А3-31 другого российского представителя. Всего на 46.7 Сегрея было принято 29 докладов из 17 стран, большая география, в том числе один российский. Было выделено три предпочтительных темы. Высоковольтное оборудование для новых системных условий, управление сложным услугам оборудования и применение средств информационных технологий для разработки и управления высоковольтным оборудованием. Ну, все доклады были интересны. Со всеми с ними можно ознакомиться как на официальном сайте РНК Сегрея. Все вы его знаете, на всех случаях я привел ссылку. Также и в журнале «Единая сеть», выпускающий, это журнал федеральной сетевой компании, а также информационный спонсор Российского национального комитета. По этим докладам были сформированы ключевые темы дискуссий, их восемь. Хотел бы остановиться, наверное, на трех. Это четвертое, альтернативные газы. Это управление сроком службы оборудования и, наверное, высоковольтная линия постоянного тока. Ну, это наиболее интересные дискуссионные темы были. И как раз примерно практически в том же направлении развивают создание новых рабочих групп. Из всех докладов, которые, как я говорю, вы можете на Сегре посмотреть, хотел бы заняться на трех. Естественно, первый – это отечественный доклад Владимира Дмитриевича Лебедева из Ивановского энергетического института. В нем рассматриваются математические и физические модели, и они применялись при разработке цифровых трансформаторов тока и напряжения. Причем, кроме просто численных элементов, здесь был сделан экспериментальный образец и также были представлены экспериментальные данные. Но это реально интересный был доклад и вызвал довольно большой резонанс и также дискуссия. Интересная тема была поднята в испанском докладе, где проблема энергетероснабжения сельских регионов, где не проведены распределительные линии. В некоторых случаях эта проблема решается путем запитывания трансформаторов напрямую через источники высокого напряжения. Вот таким способом данный случай решается. Это уже полученный так называемый силовой трансформатор, он является уже, наверное, неким трансформатором, а отдельным оборудованием, которое в данном случае служит для снабжения регионов, где нет распредэнергии. Также, опять возвращаемся к Элигазу, используя экологично-новые экологичные смеси. Мы понимаем, да, Элигаз – это уникальные свойства, химическая энергость, невоспламеняемость, нетоксичность. Однако, хотя и выбросы бывают нечасто очень редки, но они волнуют как экологов, так и государственные органы многих стран. Поэтому многие компании начинают искать ему замену, как я говорил, смеси газа до вакуума. В данном случае был использован экологичный смесь на основе перфотерированных кетонов в качестве функционной среды. Это было сделано в швейцарской городской подстанции, оно уже реализовано в реальном проекте. Другие события, которые там были, хотелось бы отметить хорошую работу молодежной секции, в том числе, как Яблоков Андрей Анатольевич, это молодой специалист, он был делегирован на Сегре от нашего комитета, его доклад вышел, был выбран, проведен большой интерес. И за активы научно-исследовательской деятельности Андрей Евгеньевич Муров, руководитель Российского национального комитета, вручил ему диплом там, в Париже. На выставке в том же стенде на Российского национального комитета с нашим участием были подписаны два соглашения с иностранными партнерами. Первый был протокол итогов сотрудничества НТЦ ФСК ИС и компании Кеман-Иберланды. Здесь, на территории нашего центра, создана полностью, еще в 2011 году была создана полностью цифровая подстанция, как называемый шинопроцессор. Она с 2011 года работает, и здесь уже над ней, я говорю, глумимся, проводим различные испытания. Уже стояли оптические трансформаторы тока и напряжения, и отдельно тока, отдельно напряжение, канадские, отечественные. Оборудование стоит как, не знаю, американское, европейское, российское. Соответственно, мы это объединили вместе с полигоном, который находится в этом здании. Здесь стоит РТДС, ряд других программно-аппаратных комплексов. Сделан класс обучающий. И совмест с компанией Кеман, мы с конца 2015 года начали испытания оборудования на стандарте 1150. Данный сертификат будет приниматься во всем мире, и в том числе также поможет отечественным производителям выходить за рубеж, эти аттестаты будут там приниматься. Соответственно, в рамках сегодняшнего мероприятия, здесь кто хочет, может на стойке внизу регистрации записаться на посещение, как цифровую подстанцию, и вы посмотрите цифровую подстанцию, а также примите участие в реальных испытаниях, реального оборудования в этом здании, разберете протоколы. Ну, вещь довольно интересная, кому это интересно, милости просим, на стойке записываемся, и всегда будут сформированы группы, которые будут проведены такие, ну, семинары, экскурсии, как можно об этом сказать. Также было подписано соглашение взаимодействия подкомитетов А3 и Б3 и подразделений КЕМА. На базе этого соглашения в следующем году планируется, в этом году планируется организация международной конференции на базе нашего научно-технического центра. Основные события 2017 года – это коллоквиум в Канаде, СИГРЭ совместно А3, Б3 и Д1. Предпочтение всем уже объявлено – это переменный постоянный ток, оборудование передачи и распределения, система высокого напряжения постоянного тока и гибкие линии переменного тока, а также электрически-изоляционные системы под воздействием постоянного переменного тока. Также хотелось отметить вот международную конференцию, соглашение, которое было подписано, назван датой с 3 по 5 октября этого года. На нее можно уже регистрироваться, заходить. Мы ожидаем большое количество иностранных участников. В принципе, за иностранных участников отвечает как раз компания КЕМА, также организаторы А3 и Б2 подкомитета. Ну и, естественно, сессии Сигрева в 2018 году. Предпочтение всем сессии были уже названы, мы доведены до наших членов, ждем докладов, которые будут, надеюсь, отобраны для участия в Париже. Это требование к оборудованным для линии передачи и переменной постоянного тока, управление сроком службы оборудованных для магистральных и распределительных сетей, инновационное развитие оборудования для линии передачи. Продолжение следует...